Добрый вечер всем! Мы начинаем очередной наш вебинар, лекции по материи медики детских препаратов доктора Джойса Айсика. Сегодняшняя тема – цина, препарат цина. Здравствуйте, сегодняшний вебинар будет 10 января в 17.30 по московскому времени. Тема будет аммониум-карбон. Всем добрый вечер, добрый день и доброе утро! Сегодняшняя наша тема материи медики – это препарат цина. Это растительный препарат семейства композита и он изготовлен из семян полыни. Семян полыни. Ну да, можно сказать, здесь семян полыни. Вообще, этот препарат с самого начала очень полезный препарат. Потому что у каждого ребенка будут глисты в какой-то момент времени. И цина – это король препаратов против глистов. Вообще, это препарат, который наиболее эффективен в возрастной группе от 1 года до 10 лет. И типичный ребенок – это очень раздражительный ребенок. И большинство жалоб идут от аскоридов или круглых червей. Обычно мать жалуется на то, что ребенок очень много ест, но не растет. Также этот ребенок – это очень раздражительный ребенок. Маленькие дети, они не хотят, чтобы их носили на руках. Они не хотят, чтобы к ним прикасались. Они не хотят, чтобы на них смотрели. И они хотят много всего. Они плачут, чтобы им дали то и это. Они хотят, чтобы их носили на руках, но когда их носят на руках, это никак не облегчает их плач. Здесь мы должны рассматривать два препарата. Камамила и цина. Ребенок хамамила прекратит плач, если его носить на руках какое-то время. В то время, как ребенок – цина, он не прекратит плакать. Они очень раздражительны. И также требуют множество вещей. Они говорят, что им нужно вот это и то. Но когда им даешь эту вещь, они отказываются от нее. То есть это маленький ребенок. Потом, к четырем-пяти годам постепенно симптомы меняются. И большинство симптомов из-за круглых червей. И у них очень сильное желание сладкого. И из-за вот этого сильного желания сладкого они едят большое количество сладкого. И таким образом их желудок превращается в идеальное место для разведения глистов. Также эти дети, они все трогают руками, а потом лижут вот эти руки, облизывают. Это тоже как бы провоцирует рост глистов. Потом основные симптомы, которые мы видим обычно у детей от вот этих круглых глистов это. Несмотря на то, что это проблема с кишечником, мы видим вот эти симптомы по всему организму у ребенка. На эмоциональном уровне они очень раздражительные и плаксивые. Они ревут. И у них все время нарушен сон. И ночью они во сне катаются по кровати от одного края кровати до другого. Потому что глисты, они становятся активны ночью. Из-за этого их сон все время беспокойный. Потом из-за того, что глисты съедают всю еду, которую едят эти дети. Из-за этого эти дети не растут. И у них волчий аппетит. И у них волчий аппетит. И моча у таких детей обычно молочного цвета, становится молочным цветом. После того, как она какое-то время постояла. И в некоторых случаях у этих детей бывает непроизвольное мочеиспускание ночью. Из-за раздражения глистами. У них отходит понемножку мочи много раз в день и ночью тоже. Из-за раздражения, которое вызывает глисты в мочевом пузыре. В респираторной системе эти глисты тоже вызывают симптомы. Обычно это сухой кашель. Он на самом деле не связан с легкими. То есть, таким образом, вы не увидите большого количества мокроты или что-то в этом роде. Но это будет такой раздражительный кашель. Также в прямой кишке мы видим много разных симптомов. Это может быть запор. Это может быть жидкий стул. Или чередование запора и диареи. С болью в желудке. Обычно ребенок жалуется на боль в животе вокруг кубка. Но в то же самое время они очень много едят. Еще один важный симптом, который мы наблюдаем. Они ковыряются пальцами в носу. Из-за того, что у них там внутри раздражение. Это раздражение тоже вызывает блесты. Потом лихорадка цина это очень важная лихорадка. В основном потому, что эта лихорадка либо появляется ночью и проходит. И мамы жалуются обычно, что ночью у ребенка температура и они такие горячие. И в дневное время эти дети очень активны. И обычно нет подъема температуры. То есть рецидивирующие ночные лихорадки. Это тоже симптом цины. Поэтому в начале я вам сказал. Симптомы мы наблюдаем в разных органах и системах. И это поражает всего ребенка. И это обычные симптомы, которые мы наблюдаем. Иногда эти дети. Иногда у них выходят глисты вместе со стулом. И в очень редких случаях у них также они со рвотой выходят. Вообще, если есть рвота вот этих круглых червей, то основной препарат это спигелия. И это основные симптомы, которые мы наблюдаем. Касающиеся глистов. Потом любой ребенок. У которого есть рецидивирующие лихорадки. С очень сильным желанием сладкого. И этот ребенок, он активный во время лихорадки. В этом случае мы должны подумать про цину. Также у них зуд ануса. И в этом случае мы тоже должны подумать про цину. При зуде ануса. Мы должны дифференцировать между острицами и круглыми червями. Астрицы. Обычный на них препарат это теукриум. Теукриум это основной препарат на острице. И цина это основной препарат на острице. Потом для ленточных червей. Основной препарат это филикс масс. Обычно мы видим вот эти три вида глистов. Но наиболее часто встречающиеся это аскориды у детей. Также существует алкалоид цины. Некоторые авторы пишут, что если вот этот сентонин применять в потенции 3x, 6x и 12x, он очень хорошо работает. Но вообще это алкалоид цины. Но есть противопоказания для приема сентонина. Многие авторы пишут, что нельзя давать сентонин во время лихорадки. Несмотря на то, что сентонин это препарат от глистов, то у него лихорадка это противопоказание. Это противопоказание для приема сентонина. Тогда, next to this, as I told you in the beginning, usually most of the children have worm trouble between the age of 1 to 10. Как я вам говорил уже в начале, обычно у детей проблема с глистами идет от 1 года до 10 лет. У многих детей это рецидивирующая жалоба. Это значит каждые полгода или 4 месяца или каждый год. Есть шанс, что будет рецидив. Поэтому в аллопате они рекомендуют проходить противоглистный курс для ребенка каждые 6 месяцев. Но многие люди спрашивают, в чем разница противоглистного лечения у аллопатии и гомеопатии. В аллопате они используют лекарства, которые могут убить глистов. Но это лекарство также поражает и другие хорошие вещи, которые находятся у ребенка в желудке. В гомеопатии мы не убиваем глистов или паразитов или бактерии. Но что мы стараемся сделать? Мы стараемся создать среду, в которой глисты не могут расти. В здоровом желудке глисты не могут развиваться. Вообще, если глисты развиваются в желудке, это говорит о том, что их система ЖКТ нездорова. И назначает цину, что мы стараемся сделать ЖКТ здоровым, так что в нем не могут выжить глисты. И после назначения цины, некоторые матери жалуются, что они не видят, как глисты выходят или в стуле они не находят глистов. Вообще, на самом деле, что происходит, среда в желудке меняется и вот в этой среде глисты уже жить не могут, они умирают и постепенно они перевариваются. То есть, в алопатии они убивают глистов, а в гомеопатии мы просто укрепляем вот этот орган для того, чтобы в нем просто не могли развиваться глисты. Но, как я вам говорила раньше, у детей есть склонность облизывать грязные руки, просто вот грязные в рот. И также у них есть склонность есть много сладкого. И обычно большинство лихорадок цины мы видим, что накануне ребенок поел очень много сладкого. И вам тогда нужно будет уточнить, было ли такое у ребенка, если ребенок вот приходит с такой вот жалобой. Обычно это после дней рождения или каких-то празднований дома. И вот это вот состояние, с которыми обычно пациенты к нам приходят. Потом, как устранить склонность к образованию вот этих глистов? Вот эти вот проблемы с глистами, это считается псорическим миазмом. И для того, чтобы предотвратить рецидив вот этих вот глистов, мы должны назначить какие-нибудь анти-эпсорические препараты, для того, чтобы устранить склонность. Конечно, цина это острый препарат, когда глисты активны, и для того, чтобы их устранить, цина это лучшее средство. Но для того, чтобы устранить склонность к глистам, нам после цины нужно дать сульфу. Это король анти-эпсорических средств. Другие препараты, это туберкулинум, калькаре карбоника. Это препараты, которые можно использовать, как дополняющие препараты к цине. Мне кажется, мы с вами обсудили большинство вещей про цину. Запомните симптомы со стороны желудочно-кишечной системы на эмоциональном уровне. Потом лихорадки, цины. И даже сухой кашель. Все вот это нужно учитывать, даже у детей, которые не набирают вес. Несмотря на то, что они хорошо питаются. Мне кажется, мы с вами обсудили большинство симптомов. Это симптомы, которые мы часто встречаем в нашей ежедневной практике. И мне кажется, сейчас мы можем перейти к сессии вопросов и ответов. Нас лету полчаса. Доброе утро! Продолжение следует...